Считается, что домашняя выпечка – это не только натурально и вкусно, но и олицетворяет семейные традиции, теплые, дружеские отношения в семье. Героиня нашего следующего сюжета – Ксения Пьянкова – матушка Свято-Георгиевского храма Станицы Петровской. Она поделилась с нашей съемочной группой секретами изготовления рождественских пряников своими руками. Из медово-имбирного теста матушка Ксения печет не просто лакомства, а целые маленькие произведения искусства – домики, елочки, снеговики – одним словом, на что фантазии хватит. Традиция готовить пряники в семье появилась год назад. Началось с чего? Началось с того, что захотелось сделать подарок необычный. Много людей занимаются этими пряниками, оказалось, и такие делают вещи, даже картины делают пряничные, просто шедевры. И меня как-то это зацепило, думаю, ну а дай я попробую. Спустя время матушка Ксения поняла, что подделки из пряников – это самый лучший и вкусный подарок ручной работы. Перед таким никто не устоит. И помню, первое тоже под Рождество, состряпала первые домики, подарила, так понравилось. Потом, думаю, был юбилей у нас у знакомого. Что ж такого грандиозного? Сделала, думаю, сделаю замок. Сидела, рисовала эскиз, всё выпекла. Ну было столько счастья, вы знаете. Вот только ради этого, наверное, стоит даже этим заниматься. Потому что вот до сих пор вспоминает, говорит спасибо. В канун Рождества матушка напекла несколько десятков пряничных лакомств – фигуры снеговиков, снежных домиков, Дедов Морозов, снегурочек и многих других персонажей из новогодних и рождественских сказок. Ими можно красиво сервировать стол, говорит матушка, а также применить их для украшения интерьера, нарядить ёлочку или декорировать рождественский венок. Изготовление пряников – это ещё и увлекательное занятие для детей. У матушки их четверо. Они уже просто не представляют новогодние и рождественские праздники без аромата любимого лакомства. Раскрашивать рождественские пряники – одно из любимых занятий выходной день в семье матушки. Сам процесс, говорю, интересен. Потом сами девчонки нарисуют, соберут. Ой, мам, я подарю учительнице. Я говорю, да пожалуйста, конечно, подари. Сегодня в магазине можно купить всё, что угодно. И при желании, конечно, можно приобрести и рождественские пряники. Но будет ли их вкус и аромат соответствовать ожиданиям? Или же это будет просто красивая выпечка, испечённая в производственных масштабах? В отличие от магазинных, пряники своими руками не только порадуют родных и близких, но и создадут в доме особую атмосферу, ощущение праздника и волшебства. Тина Копачевская, Александр Косицын, программа «События».